Работа в студии идет. 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 Святое имя готово исполнить все желания Но если мы с помощью святого имени будем пытаться исполнить свои низшие желания Сказано, бойтесь своих желаний, ибо они могут начать исполняться Тогда, безусловно, низшие желания, демонические желания, эгоистические желания Они приведут нас к страданиям И поэтому Господь очень осторожен, какие желания преданных выполнять Нам кажется, что мы хотим денег, славы, богатства Но на самом деле подлинная слава, подлинное богатство – это трансцендентное сокровище У Кувера было восемь сокровищ И к нему пришел Господь, чтобы проверить его в облике мудреца И попросил его сокровища И Кувера пожалел эти сокровища, был проклят Но позже, когда он понял, что сокровища принесли ему страдания Хотя это были великие сокровища В следующий раз он пожертвовал эти сокровища И в награду за обретение, за то, что он пожертвовал эти сокровища Было сделано так, что они вернулись к нему То есть, иными словами, эта история в Бхагаватам говорит нам, что Когда мы идем по духовному пути, мы ничего не теряем Мы только увеличиваем, отдавая на духовном пути, мы только приобретаем И наоборот, когда мы приобретаем на материальном пути Мы теряем по своей природе, становясь эгоистами, материалистами Итак, когда плод преданного служения поспевает Садовник вкушает его Получив полное благо, вырученные им лианы Он достигает дерева желаний, стоп, Кришна Кришна исполняет все желания Но когда настоящие преданные видят Господа Все их материальные желания пропадают Поэтому в Бхагаватам Дру Махараш говорит Что в этом мире я искал славу, силу, желание быть царем Подобно тому, как безумец, я искал бутылочное стекло Но когда я увидел тебя, я понял, что ты настоящий драгоценный камень Поэтому все признается в сравнении Все материальные достижения, безусловно, имеют только один смысл Если они могут быть направлены на развитие сознания Кришны Если эти материальные временные достижения забирают драгоценное время нашей жизни И в конечном итоге приносит нам только разочарование Тогда разочарование является величайшей пользой материальной жизни Поэтому, друзья, как бы с этой точки зрения Да, жизнь имеет смысл, потому что именно занимаясь ей мы разочаруемся Но тот, кто сумедеса или обладает неким духовным разумом Тот понимает, что природа этого мира не такая уже сладостная, как кажется в иллюзорной жизни Поэтому он пытается направить всю свою силу на сознание Кришны И таким образом он естественным образом обретает гармонию Ибо Господь лучезарный заботится о всех живых существах Если мы рассчитываем только на себя, это одно Если мы рассчитываем на милость Господа, все совершенно по-другому Вкусив плод преданного служения на головке Вриндавана Это высшее совершенство жизни Четыре материальных совершенства Благочестие, экономическое процветание, чувственное удовольствие И освобождение, ничтожные по сравнению с ним Действительно, как бы все эти совершенства Они являются частью материальных совершенств И ничтожные по сравнению с Брамом Андрею, духовным блаженством Все, что необходимо для больного или слепого, костыли, коляска Нет, нет необходимости для здорового человека И поэтому, если больной накопил какие-то средства передвижения Или какие-то лекарства, или у него есть очень хорошие очки То гордиться этим, то как бы мудрец скажет Все, что тебе нужно, это сделать просто выздороветь И когда ты выздоровеешь, естественным образом Ты будешь двигаться без коляски, видеть без очков Поэтому у человека есть материальные желания Но эти материальные желания могут быть опасны для него Так же, как тонкие материальные желания Славы, совершенства, ситхи и так далее Сказано Такие материальные желания, как ситхи, мастические качества Сатья, шама, титикши и другие Самадхи йога, блаженство, сияние с Брахманом Сохраняет привлекательность для человека лишь до тех пор Пока он не ощутит хотя бы легкий аромат чистой любви Кришне Которая, словно чудесная трава Позволяет обрести власть на Кришне в своем сердце Такой важный момент, помните, йоги-мистики Кумары Чатурсаны Они родились уже просветленными личностями И пожелали оставаться в детских телах Они даже были прокляты своим отцом Брамой За то, что, так сказать, не пожелали участвовать в материальной деятельности И они черпали блаженство Брама Нанди То есть они были великими мудрецами Но они не были преданными Так, очистив свое сознание Однажды они понюхали листья Туласи И моментально запах листьев Туласи Пробудил в их сердцах стремление к преданному служению Можете себе представить, да? Ну, вы можете сказать, вот я каждый день нюхаю Туласи У меня даже Туласи нету Но необходимо очиститься Великие мудрецы были настолько чисты Что в их умах не было ни вожделения, ни гнева, ни похоти Поэтому они смогли своими тонкими чувствами осознать Почувствовать трансцендентный запах листьев Туласи Что это говорит? Это говорит о том, что мы должны очистить свое сознание Поэтому одно из частей йоги – это шоданы, очищение Есть много разных методов очищения Очищение кишечника, очищение крови, очищение желудка Очищение грубого тела, очищение от кармы Поэтому мудрецы, они всегда заняты аскезами Чтобы получить различные формы очищения Но самое большое очищение – это очищение сознания души Потому что если мы не очистим наше сознание душу Все остальные формы очищения абсолютно бесполезны Ибо они приведут нас обратно к греховной деятельности Ибо греховные желания Необходимо очиститься от греховных желаний Как очиститься от греховных желаний? Через яги, через жизнедоприношения, через аскезы Поэтому наша аскеза – это рано вставать, поклоняться Господу Служить преданным, совершать все различные формы деятельности И постепенно, и постепенно, не сразу Ребята, помните, что великие мудрецы пытаются очистить свое сознание миллионами лет Даже занимаясь мистической йогой Такие мудрецы, как Читрусаны или Маркандея Риши Они постоянно пребывают в практике Это как великие спортсмены, которые всегда тренируются Но, тем не менее, они знают, что преданные занимают гораздо более высшее положение Поэтому не стоит нам с вами думать, что мы с вами преданные У нас есть такой ролик Бакта Шурик, посмотрите его Наберите в интернете Такой, и что, я стану преданным? Нет, нет, ты станешь слугой преданного Стать слугой Ваишнавы мечтает даже сам Господь Ибо, став слугой Ваишнавы, очень быстро можно обрести сознание Кришны Итак, придя к чистому преданному служению, человек обретает любовь к Богу Поэтому теперь я расскажу тебе о некоторых признаках чистого преданного служения В комментариях в Бхагавадгите сказано Что, не став на путь преданного служения Невозможно по-расттоящему достичь любви к Богу Для развития преданного служения высшего уровня Нужно избавиться от всех материальных желаний И отказаться от изучения любых форм философии Которые не связаны с Бхакти А продвигают им персонализм или кармическую деятельность Преданный должен не перестанно служить Кришне с любовью Так хочет сам Кришна Иными словами, у Кришны есть четкие условия Он говорит так, ребята, смотрите Те, кто хотят бессмертия, материи Совершенства в этом мире И свободы независимости Пожалуйста, я создал вам бесконечное количество материальных миров В которых есть высшие планеты Средние планеты, низшие планеты И, как ни странно, в этих мирах есть все те удовольствия Которым стремятся материалисты На низших планетах есть такие миры Где можно бесконечно наслаждаться сексом Есть миры, где огромное количество разных богатств Золото валяется под ногами И поэтому те ценности, которые здесь считают секс, дракс, рок-н-ролл Они есть в низших мирах На высших мирах тоже есть секс, дракс, рок-н-ролл Но он более тонкий Более все регулируемый Там связано все более, так сказать Все-таки с духовным поклонением Господу Вишну и так далее Но, тем не менее, те чувственные удовольствия Которые ему человек стремится Они там тоже позволены И поэтому живые существа путешествуют в рамках высших или низших миров Мир на Земле крайне такой, как бы Можно сказать Земля вообще не предназначена для наслаждения Многие люди думают Вот, я буду здесь наслаждаться Я буду здесь богатым Дэвид Рокфеллер делал себе 7 операций сердца Имел огромные миллионы и умер 100 лет Понимаете, да? То есть, все даже материалисты Вот эти все рептилоиды Как говорится, глобалисты Они понимают, крайне короткая жизнь Только-только захватил власть А уже умирать пора Поэтому все они надеются на генетику На то, что генетика позволит жить им долго Ну вот Но, друзья Нужно помнить такую вещь Даже если какие-то ученые позволят им продлить свою жизнь Тем не менее, их жизнь закончится Ничто в этом мире не вечно Даже Вселенная не вечно Они думают Ну да, если мы будем жить долго-долго А как же перенаселение людей? Надо быстрее людей уничтожить Ну вот Понимаете, да? Все эти демонические фишки Давно уже существуют во Вселенной Ничего нового нету Ни человеческие жертвоприношения Ни детская кровь Там, ни все то, что точно сейчас там Все весь интернет заполнен Это все давно уже было, есть и будет И демоны всегда существовали И демоны всегда прятались в обличии Как бы порядочных людей Пытались выпускать демонические законы Да, там И в их демонических законах Главное было это преследование Бога Да, поэтому есть раз целые страны Такие, бывший Советский Союз Да, где Бог считался Как бы Запрещенным Как бы, да Запрещенным аспектом Да, как бы Религия существовала для бабушек Ты мог прийти в церковь Но она полностью контролировалась Демоническими Сейчас до сих пор Это происходит в Китае И в некоторых других странах Да, таких как Корея, например Северная Корея Уверен, что там Слово Бога запрещено Да, там Ким Чим Ир Бог Какой-то там Жирный ублюдок, кстати Который умер А теперь его сестра Да, то есть Самые великие в мире люди Жирный ублюдок И его сестра Вот Прикольно, да И когда ты смотришь На Северных корейцев Которые вообще в истерике Плачут Там Когда умирает Какой-то их там лидер Они прямо так переживают Прямо в истерике бьются Просто смешно До какой степени Можно человека зомбировать Чтобы он верил в такой бред Но человека можно еще Тольше зомбировать Его можно заставить Что Бога нет Что Он великий Что Он сам все понимает Что Он сам во всем разберется Думай своей головой Делай свои выводы Говорят тебе сыганы В телевидении Подкидывай тебе Ложные новости Это все, что детей Пригласить в школу Подкидывать им разные Ну как бы обманки И говорить Думай своей головой Думай своей головой Думай своей головой Такой ребенок такой Ой, меня здесь развели Ой, меня опять развели В конечном итоге У человека может быть Понимание того Что в этом мире Нет ни истины Ни справедливости Словами истины Ни справедливости Только материалисты Манипулируют Сами они этим Естественно Не пользуются Ребята, да Это так В Калиюгу На этом плане бытия Но это не является подлинным Чистый преданный Не должен Влилить никаких желаний Кроме желания Служить Кришне Не следует Также поклоняться Ни полубогам Ни мирским людям Не накапливать Искусственные знания Не связанные С сознанием Кришны И не заниматься тем Что не было бы Помимо деятельности В сознании Кришны Свои очищенные чувства Нужно задействовать В служении Господу Так выполнение обязанностей В сознании Кришны Будет приносить Удовольствие Самому Господу Главная задача Это удовлетворить Господу Поэтому сказано Что для чистого преданного Обратите внимание Чистый преданный Это кто? Это не мы с вами Мы с вами Только идем по пути Чтобы стать слугами Чистых преданных Для Шилы Прахупады Например Для Гуру Дева Не было никаких обязанностей Кроме как Прославлять Господа Но мы с вами Как бы последователи Чистых преданных Поэтому мы должны Всячески служить им Комментарий Совершенствоваться Преданным служением Необходимо под руководством Чистого преданного Духовного учителя Придерживаясь Ведических принципов Формулированных в системах Панчаратрики и Бхагавата Система Панчаратрики Учит поклонению в храме Система Бхагавата Включает в себя Распространение сознания Кришны На основе чтения Шмат Бхагаватам И обсуждение философии С теми Кому это интересно Философские беседы Пробуждают Интерес к системам Панчаратрики И Бхагаваты И помогают им Глубже понять Ну Тут две Надо говорить Что такое Система Панчаратрики Да Есть так называемая Нарада Панчаратрика Сутра Где Нарада Муни Объясняет Принципы поклонения Считалось Что Панчаратрика Сутра Универсальна И она распространяется На все типы людей То есть До этого были Различные Правила Подписания Которые показаны Браманам и Мудрецам Но они не были Универсальными И поэтому Нарада Показал Универсальные принципы Благодаря которым Поклоняясь Панчаратрика Да Различные То что мы совершаем В наших храмах Да Которые позволят Даже самым простым людям Достичь совершенства Вот Что касается Бхагавата Мы уже С вами говорили Что есть Философия Бхагавата И Эта философия Связанная С Личностным Поклонением Господу Мы в первую очередь Воспринимаем Господа Как личность Конечно мы понимаем Что у него есть И там Всепроникающие аспекты Все И Аспект его сознания Браман Параматма Бхагаван Но тем не менее Хотя Другие типы Скажем так Практикующих Такие как там Йоги Да Они в большей степени Медитируют на Параматму Или гьяни Они пытаются понять Духовную природу Всепронизывающую Духовную природу Поскольку они Лишены Ну как бы В данном случае Лишены Предного служения Идеи Предного служения То Они не могут Обрести Связь С личностью Господа Пока не очистятся И не обретут Милость чистого Вайшнава И в этой связи Прохлад Махараш Хотя он занимался Непрестанно Предным служением И казалось Что он пребывал В мистической йоге Но тем не менее Сам он Признается Господу Что я не занят Никакой севы Я просто Нахожусь В неком Созерцании Тебя Но вот Хануман Исполняет Все твои Желания Он Король Даси Расы То есть Как бы В Даси Расе Хануман Всегда готов Служить Он всегда готов Предоставить Господу Рабачану И все свои Услуги И в этом связи Пралат Прославляет Ханумана Как более высшего Но Хануман Говорит Да Хотя я слуга Но у меня нет Таких сокровенных Отношений Как у Арджуны Который является Другом Кришны Потому что С одной стороны Я служу Господу Но иногда Господу Доставляет удовольствие Очень сокровенные Близкие взаимоотношения Да И в Багаватгите Абджуна Увидев Вселенскую форму Он говорит О Господь Прости меня За то что я был С тобой Панибратом За то что я Говорил тебе Там Ой поехали туда Потусуемся там Да То есть мы вместе Проводили время А теперь я понял Что ты Бог Прости меня за это Но Господь говорит Слушай Слушай Но я именно Этого служения От тебя и ожидал Да Мне не нужен Какой-то там Раболепный раб Мне нужен друг Друг С которым Я могу Делить свое сердце Который Не дружит со мной Потому что я Бог А дружит со мной Потому что любит меня И таким образом Мы видим Что преданное служение Постепенно развивается Вплоть до родительского Чувства любви Когда мать Ешода И Нанда Махараша Они думают о том Что мы должны Позаботиться о Господе Когда на Кришну Жаловались Что он ворует масло Или он там Совершает плохие поступки Нанда Махараша Планировал Наказать Кришну Он говорил Я должен вырастить Из него нормального человека Невозможно Оставить его Если я не буду Наказывать его Он будет просто Эгоистичным Как бы Ребенком И такое служение Принципом Мы должны Мы должны наполнять Своё сознание Сознанием Кришны Мы не можем просто Накапливать Ничего не отдавая Должен происходить Обмен Слушая Воспевание Да вот Вы слышите меня Вы должны Сами начинать читать И общаться Потом Обсуждать эти темы Таким образом Наше сознание Будет Наполняться Этим духовным потоком Мы будем углублять Своё понимание Всегда нужно помнить Что мы всегда Должны углублять Своё понимание Так происходит Совершенство Нашей духовной практики Эта цитата Из Нарочи Пантраты Она включена В Бхак Тирасамиду Синлю То есть Все священные писания Связаны между собой Кажется Что они могут быть Не связаны На самом деле Если мы будем Глубоко изучать Сквозным образом То мы увидим Как связаны Между собой Бхагават С Махабхаратой С Бхагаватгитой С Чайтан-Чайтамритой С другими писаниями И мы увидим Что на самом деле От два океана Существует только Одно знание Но оно показывает Нам разные грани На уровне Нашей готовности И постижения Подобно тому Как священные воды Ганги Беспрепятственно Текут к океану Умы моих чистых предных Устремлены ко мне Стоит им просто Услышать обо мне Они пробуждаются В сердце каждого В этом стихе Говорится в Шамадбах В этом Это произнесено Господи Кришны В образе Капилы Девы Помните В том что Отец Сын Капилы Девы Отец Капилы Девы Великий мудрец Кардана Муни Который Зачал Детей И наслаждался На огромном Летающем острове Но В какой-то момент Он Покинул Семью и дом И пошел Заниматься Аскезами А Мать Девахути Тоже стала Заниматься Аскезами Она осталась Под руководством Своего сына Капилы Она попросила Капилу Объяснить Как устроена Эта вселенная И Капила Очень милостиво Изложил своей матери Санхи-йогу Санхи-йога Это Сложнейшая наука О мироустройстве Но поскольку Капила Очень Любил свою мать Он не стал Описывать Санхи-йогу Очень сложным Научным языком Который был бы Понятен Только двум Трем ботаникам Он изложил Санхи-йогу Настолько просто Что даже Женщина Там Ребенок Или Тот кто не обладает Особым интеллектом Может это понять А не так давно Я говорил со своим другом Который говорит Вот моя индусская Там знакомая Одна Сказала Что Услышала Что Прахупада Назал женщин глупыми И Там Она очень сильно Расстроилась Обиделась Что женщины глупые Но глупость Это не такая Это не порог С глупостью можно жить Да То есть Как бы Мы не можем сказать Что там Каждый человек Должен быть Там Нейрофизиком Или нейрохимиком Да К примеру То есть У женщины гораздо больше Есть качеств Которая компенсирует Может быть Ее там Какую-то научность Хотя есть Женщины и ученые Великие Да У греков Были женщины Математики В ведах Были женщины Но по своей природе Женщины больше Связаны с внешним миром Да То есть У них есть определенные Привязанности У них есть определенные функции Поэтому в данном случае Речь не идет о том Что там В этом смысле Женщина глупая Речь идет о том Что в Кали-Югу Все живые существа Они обладают Тонким духовным Познанием И поэтому Капилла Дева Показывает Ребята Смотрите Даже женщины Даже простые люди Которые не являются Йогами, мистиками Не проводили миллионы лет Медитации в Аскезе Могут понять это знание Если будут слушать его От духовного учителя И в этом смысле Нет смысла думать Что Женщины каким-то образом Дискриминируются в ведах Наоборот Они показывают Что Сказано Женщины, дети Там Идвиджи-банду И друзья брахманов То есть Народ Народное знание Вот Ну понятно Больной Эгар Навсегда скажет Типа Меня оскорбили Я не такая глупая Наоборот Нужно Умная женщина Мудрая Всегда улыбнется Скажет Хи-хи-ха-ха Все понятно Будем читать Шамадбхагаватам Учить Санхи-йогу Вот Поэтому Санхи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи- Таковы, они ничем не мотивируются, если не могут остановить никакие препятствия То есть, преданное служение, вот в этом стихе, четко объясняется, что ничем не мотивировано И его не могут остановить никакие препятствия То есть, ни рождение, ни положение, ни интеллект, ни национальность, ни принадлежность касте Ни возраст, ни могут каким-то образом затормозить наше преданное служение То есть, в подтверждение моих слов, читая, не читая, не сказано Преданное служение трансцендентно И вы помните, да, такие, Хануман был обезьяной фактически, да Орел Джитайо, который погиб в Рамайине, был птицей Тулос является как бы растением, ну, с внешней точки зрения, да То есть, прохлад был сыном демона, дайте, да То есть, демоны вообще не склонны к бхакти-йоге И мы видим, что чистое преданное служение, оно никаким образом не оскорняется ничем Ни кастой, ни происхождением А причиной чистое преданное служение, само чистое преданное служение Мои преданные никогда не обменяют служение мне на Такие, как слияние со мной, или великие, или другие виды освобождения Даже если эти виды предложения я предлагаю сам То есть, Господь милостиво предлагает виды освобождения Но чистое преданное говорит, меня не интересует освобождение Да, чакудана дила джей джанми джанми прабусей Бхакти-йоге говорит, что я лучше рожусь червем в доме Вайшнава, чем на высших планетах Можно сказать, ну почему на высших планетах, потому что там тоже все Вайшнавы Индра тоже совершает яги, другие боги тоже Вайшнавы Почему же Бхакти-йоге игнорирует общество богов? Бхакти-йоге объясняет На других планетах я буду жить миллиарды лет в наслаждениях И я поэтому, даже попав в мир богов, не смогу избежаться от наслаждений И наслаждения осквернят мое чистое преданное служение Но если я займу незначительное положение с чистым Вайшнавом Которого не интересует ни наслаждение, ни освобождение Ни какие-либо другие достояния, которые кажутся в этом мире чем-то великим Для Вайшнавы это кажется облаком Тогда очень быстро я очищусь и сам обрету такое же сознание Кришны, как Он Понятно, да? Так, Бхакти-йога, высшая цель жизни Преданно служа верховному личности Бога Человек поднимается над гунами материальной природы И достигает духовной степени непосредственно служа Господу Букти-мукти-адивачи-ятти-мани-хай Да, вот эта шлока также известна Тому, кто заражен материальным желанием наслаждений Или освобождения из плена материи Не удается возвыситься до уровня чистого любовного служения Господу Даже если внешне такой человек занят при этом служении В соответствии с установленным любующим принципом Вот, ребята, ответ на вопрос Почему мы с вами как бы не пребываем в чистом сознании Кришны Потому что в нашем селе есть служение наслаждения и освобождения То есть мы пока что находимся на уровне корыстного преданного служения И хотя внешне мы делаем то же самое, что чистые вайшнавы Воспеваем святое имя, поклоняемся божествами Мы не испытываем брамананду, великое блаженство Преданные испытывают великое блаженство Мы знаем, что чистые преданные, они даже забывали есть, пить и дышать Испытывая нектар сознания Кришны Почему это не происходит с нами? Потому что в наших сердцах живет похоть, вожделение и грязь Как мы его очистить должны? Тем же преданным служением Поэтому сказано, что преданное служение – это начало, середина и конец Просто в начале преданного служения мы получаем определенное духовное знание Но мы еще не достигли чистого сознания В процессе преданного служения мы уже получив духовное знание Думаем, ну, может быть, Харик Хришна не работает Может, мантра там не мантра, а там божества не божества Нет, просто мы должны понимать Пока мы не очистили свои чувства, как нам очистить чувства То есть, нир мал, чистый Оставить, отбросить все материальные иллюзии И поклоняться тому, кто чист по своей причине И тогда, поклоняясь По велителю чувств, наши чувства придут под контроль До тех пор, пока наши гениталии, наш язык Наш больной ум Наши болезненные желания управляют нами Помните о том, что мы едем в этом Как в Писании говорят, мы едем на колеснице Только одна проблема Не мы едем на лыжах, а лыжи нас несут То есть, как бы Мои чувства, мои скакуны Меня тянут в непонятную Да, мои чувства, меня глючит, меня несет Да, я хочу сказать Но говорю, ребята, там что-то другое Потому что я не управляю своим чувством Йоги, те, кто управляет, контролирует свои чувства Гнев, вожделение Как это нужно делать? Через аскезы Какие, что такое аскезы? Аскезы нам нужны Ограничения, чтобы отстраниться от материального Поэтому аскезы нам только лишь не помогут Ну, например Если мы начнем поститься Как это делали великие йоги Это будет очень сложно И мы в конечном итоге все равно пойдем Потому что все равно вожделение Да, мы можем его заморозить до какой-то степени Болезни можно заморочить Но если не избавиться от корней болезни От причины болезни Тогда они к нам вернутся И поэтому, с одной стороны, мы должны совершать Определенные аскезы Которые не мешают нам заниматься сознанием Кришны Например, если тебе говорят Иди поклоняйся Божеству Ты такой, типа, а я в аскезе Такой, иди помоги на кухне А я в аскезе Иди воспевать Святое Имя А я в аскезе Тогда эти аскезы бесполезны Да Но если мы совершаем аскезы для того Чтобы лучше практиковать бхакти-йогу Ну, например, мы можем перестать есть много вечером Чтобы раньше просыпаться Это очень хорошая аскеза Потому что она позволит нам просыпаться для бхакти-йоги Мы можем заниматься йогой пранаямой Не для того, чтобы заменить бхакти-йогу А для того, чтобы поддерживать наше тело в тонусе Чтобы лучше служить Мы можем есть очень скромную пищу Но как для того, чтобы подчинить свои чувства И усилить свое желание Мы все равно эту пищу предлагаем Господу И так далее, и тому подобное Поэтому, с этой точки зрения Вся наша практика связана с бхакти-йогой Тому, кто заражен желанием материальных наслаждений Освобождений из плена материи Не удастся возвыситься до уровня чистого пленного служения Господа, даже если такой человек Занят при этом служении в соответствии с установленными принципами То есть, понимаете, да? Речь не идет о формальной духовной практике Речь идет о настоящих стадиях просветления По словам Шилоба Креседанта Сарасвад Токура Если человек лелеет сердце наслаждения плодами Своих праведных дел Или если он Измучившись в материальном мире И сметиться к освобождению из материального рабства Ему никогда не удастся достичь трансцендентной расы Пленного служения Иными словами, заниматься предным служением Стоит только тогда Когда ты понимаешь Что из него нет необходимости Извлекать никакую материальную выгоду Да, то есть, понимаете, что такое Бхагаватам, он говорит Нирмацарам Вторая шлока Шмадбхагаватам Сказано, что это знание только для тех У кого нет зависти Господу И это знание только для тех Кто хочет чистых отношений с Господом Если кто-то хочет эксплуатировать Господа Тонким образом, с помощью религии Он не достигнет Бхакти Он может достичь своих материальных желаний Обвести временное богатство Или увеличить продолжительность своей жизни Или возвыситься до высших планет Но он не сможет обвести чистое Бхакти Таким образом, он не будет квалифицирован Жить в одном мире с Господом Жить в одной семье с Господом Далее, описания говорят так Материальные желания наслаждаться этим миром И желание освободиться от материального рабства Сравниваются с двумя ведьмами Они преследуют человека подобным злым духом Пока эти ведьмы находятся в сердце Таком трансцендентном блаженстве О каком трансцендентном блаженстве можно говорить Пока в сердце есть ведьмы Трансцендентное блаженство Преодное служение постичь невозможно Это очень известная шлока Это шлока, которую говорит Рупа Гасвами Ее цитирует Шилашвер Махараш в своих книгах Обязательно Гуру Махараш, он цитирует важные вещи Он говорит, ребята Пока в нашем сердце дух Дух наслажденчества Дух эксплуатации Мы должны укрепить дух в себе Искоренить дух Укрепить дух преданного служения И при этом искоренить эгоистический дух Далее сказано так В том, кто каждый день преданно служит Господу Постепенно развивается привязанность к Нему Когда же привязанность эта становится сильной Она превращается в любовь к Богу Далее Метод преданного служения Начиная со слушания и повторения Называется садднабхакти К садднабхакти относятся действия Привязанные к пробуждению к человеку Склонности к преданному служению Эта склонность к дремлющему состоянию Всегда присутствует в сердце каждого Если мы без оскорблений повторяем Святые имена Господа То в нас пробуждается изначально присущее нам сознание Кришны Пробужденное сознание Кришны называется садднабхакти Садднабхакти подразумевается на множество ступеней Таких как вера и так далее С преданным получение посвящения Духовного Учителя Преданное служение в соответствии с наставанием Духовного Учителя Постепенно в преданном служении проявляется вкус преданному служению Так постепенно человек развивает в себе привязанность к Кришне И к служению ему Тогда эта привязанность становится сильной Она перерастает в экстатическую любовь И так сказано в Бакте Расамрита Синдве Мягкость сердца свидетельствует об ознакомении рати, привязанности В тех же, кто стремится к освобождению от материального рабства Подобная мягкость не проявляется Очень важный момент Горуде был очень мягким, очень нежным человеком И мы все это чувствовали Потому что мягкость сердца Это противоположность нашему жесткому сердцу Как старое куриное мясо Помните, которое невозможно ничем проколоть Сердце, которое горит гневом, похотью Оно не может проявлять любовь и сострадание Поэтому один из признаков чистого преданного Это его сострадание, его милость Он очень милостив падшим душем И поэтому он лучше, чем Господь В каком смысле он лучше, чем Господь? Господь, чтобы спасти падшим душ Посылает им чистого преданного Потому что люди не в состоянии увидеть чистого Господа Даже его форму Господа Джаганата Или другую трансцендентную форму Придя во Вриндаванские храмы Материалист увидит лишь только внешнюю картинку Он не увидит Господа Но преданный придя о Господа Джаганата, как Махапрабу Он будет испытывать величайшее блаженство Но чистый преданный, его можно увидеть, ощутить С ним можно общаться И поэтому сказано, что чистый преданный Он в этом мире важнее, чем Господь Потому что он может очистить падшие души Тем самым исполнить волю самого Господа Когда так Господь пришел, как читает Махапрабу Когда сердце полностью смягчится И становится свободным от всех материальных желаний Когда эмоции при этом достигают неверочайнейшей глубины В нем развивается сильнейшая привязанность к Кришне Это ничем не искренне чувство Называется чистой любовью К основным проявлениям премы Каждый из которых сильнее предыдущего Относятся нежные чувства Отторжение Любовь-привязанность Глубокая привязанность И очень сильный экстаз То есть преданного очень сильно Проявляются экстатические чувства Комментарии Бахти Расобеду Сиду Приводится в описании таких стихов Когда сердце любящего Тает от нежных чувств к объекту его любви Такое проявление премы Называется снегой Признаком снеги является то, что любящий Не может провести без объекта своей любви Даже мгновение Описание маны Можно найти в Маде Лилы Которое описывается и праная Что касается раги Внутреннего спонтанного влечения В ней также говорится Следующая Бахти Расобеду Сиду Стадия, на которой нежное чувство К любящему превращается в горе и счастье Называется рагой Или привязанности Тот, кто обладает такой привязанностью к Кришне Готов пожертвовать всем Ради него Даже собственной жизнью Абанураги Бхаве Махабхаве Говорится в шестой части Маде Лилы В комментариях к этому стеку Объясняется, что такое Адхурика Махабхая Итак, преданные испытывают Величайшие чувства любви Которые проявляются иногда Как счастье, горе Но в отличие от материального счастья Горе, которое обладает временной Иллюзорной природой Счастье и горе Любви Кришне Дает настолько глубокую Амплитуду переживаний Понимаете, да Счастье и горе Это амплитуда переживаний Это когда мы смотрим кино Мы сопереживаем Какой-то страшный момент о герое А потом мы смеемся На самом деле ничего не происходит Но способность смотря кино Сопереживать И счастье и горе Рождают глубокую палитру Эмоций и отношений Поэтому это не такие В сознании Кришны Это не пластмассовые роботы Это переживания, которые от нуля От минуса до плюса Но страдания в сознании Кришны Приносят больше счастья, чем горе Чем наслаждение А наслаждение Оно имеет Тоже величайшую амплитуду Которая неотлична от страданий Иными словами Переживая Трансцендентные переживания От плюса до минуса Даже нельзя назвать это счастье и горе Потому что это некая такая Грань Материалистического представления Как это можно горе Как это можно получать Счастье от горе А горе от счастья Но в духовном мире Все возможно Как в театре Как в кино Мы приходим И перед нами играет драма Герой погибает Мы начинаем сопереживать И плакать Когда мы плачем Во время Какой-то драмы Эти слезы Очищают нас больше Чем смех Поэтому, например Драма Она ближе к сердцу человека Где страдания показаны Чем только лишь смех Но в Лиле Кришне Есть все И смех и драма В этом есть удивительное Все эти стадии Именуются Састайбавы Полностью Проявление любви к Богу В премном служении Помимо них Существует еще Вибхава и Анубхава Постепенное развитие Премы Можно Уподобить развитию В состоянии Разным состоянием Сахаром Вначале существует Семя сахарного тростника Потом вырастает сам тростник Из него отжимают сок При удалении сока Сначала получается Сахарный сироп Затем патака Затем кристаллический сахар Карамель И в конце концов Леденец То есть Когда океан И сказано Кришна силам Кришна лила Амрита сар Сата сата сатадхар Кришна лила Это Амрита сар Океан нектара Но если этот нектар Начать Вываривать Он будет сгущаться 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 И потом превратиться В леденец То это можно сказать Лилы Гауранги Чайтани Махапрабу Потому что в них Кришна Переживает Разлуку с Кришной В них В сердце Кришны Сердце Радхарани Радха и Кришна Объединились В одно существо Которое стало Чайтани Чтобы переживать В высшей степени Разлуку с Господом А где можно Где Господа нет В мире материи Он видит везде Но мир материи Это идеальное место Для этого спектакля Который испытывает Господь И хотя Господь Приспровизывает во все Речь идет о его личном проявлении И так Махапрабу Придя в этот мир Затопил его любовью В разлуке И тем самым Показал нам Что такое сознание Кришны Дальше, дорогие друзья Мы продолжим чтение Священных Писаний Завтра Сегодня у нас еще много дел Мы отправляемся в пустыню Смотреть возможные Какие-то дома Куда мы будем переезжать Я буду держать вас в курсе А вы продолжайте Слушать Чайтани Чайтами Тушимат Бхагават Там, кстати, все есть В Ютубе Можно легко Ютубчик набрать И просто там ехать Слушать Продолжайте воспевать Святое имя Служить преданным И помните, друзья Что нам необходимо Очистить наши чувства А для этого у нас Должно появиться Желание жить духовной жизнью Что у нас было Появилось желание Духовной жизни Которое больше Чем наши греховные желания Мы должны всегда общаться Всегда поддерживать себя В духовном тонусе А главное Не совершать критики И оскорблениях и оскорбления Поэтому на позитивном Мы как бы с вами должны Концентрироваться И Господь Лучезарный Обязательно О нас с вами Позаводиться Тщательно Памятая